Пробить дорогу в Териберку не удается уже седьмые сутки. И это несмотря на то, что снегоуборочная техника работает как со стороны поселка, так и трассы Кола-Серебрянский АГС. По словам местных жителей, в населенном пункте из-за транспортной изоляции уже испытывают нехватку некоторых продуктов. Наша съемочная группа попыталась проехать к месту событий. Сейчас беспрепятственно можно добраться до 32-го километра трассы Кола-Серебрянская АГС. Это рядом с военным аэродромом Североморск-3. Именно на этом месте стоит патруль ДПС. Дальше с каждым километром дорога сужается, а заносы становятся все выше. Движение можно продолжать, но путь больше похож на проезд по снежному коридору. Две машины здесь уже не разъедутся. Здесь недалеко от развилки, на Териберку и туманы сугробы достигают человеческого роста. Ну а как говорят дальше, они и вовсе восьмиметровой вышины. Основная причина таких заносов – это сильный ветер, который чувствуется даже в такую ясную погоду. По данным синоптиков, всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. А многоопытные водители снегоуборочных машин признаются, таких заносов даже они не видели по меньшей мере лет 10. Да, дорогу на Териберку закрывают из-за погоды каждый год, но чтобы транспортное сообщение прерывалось больше, чем на сутки, такого не было. Конечно, на улице же машинка, да. Лутит все, вот дышит. Техника старая, новую надо уже менять, вот 25 лет. По пути попадаются остатки деревянного ограждения, которое когда-то защищало от переметов. Сейчас эта система полностью разрушена. Да и сама снегоуборочная техника, выпущенная в прошлом веке, не отличается высокой продуктивностью. Расчистка трассы осложняется еще и тем, что верхний слой снега успевает подтаять на солнце, образуя плотный ледяной наст. Работает техника круглосуточно. Через 12 часов меняет водитель. 12 часов работает, 12 дыхает, через 12 выходит. Ситуация сложная, сами же знаете. По данным Автодора, на рукаве Датириберки сейчас работает 17 единиц техники. Задействовано несколько погрузчиков и бульдозеры. Сказать, когда точно откроют дорогу, пока никто не берется. Меж тем, жители поселка по-прежнему испытывают дефицит некоторых продуктов. Перебоев с теплоснабжением и электроэнергии нет. Продолжение следует...